Почему на Алтае вместе со снегом сходит асфальт? Корреспондентам информационного портала Толк объяснили эксперты. Ответ стандартный. Плохо организован водоотвод у автомобильных дорог. Ливневая канализация не справляется с количеством талого снега. Вода больше всего вредит дорожному полотну. Есть и еще причины, какие читайте на толке. Здесь дорого, холодно и мало красивых женщин. Так отзывается о Мексике, стране, где он сейчас работает, победитель краевого конкурса, учитель года 2017 Арсен Григорян. Он обучает детей при школе в российском посольстве, сообщает комсомольская правда Барнаул. Оправдала ли себя в целом авантюра с переездом учителя русского языка из России в Мексику, читайте на страницах комсомолки. В Барнауле задержали серийного насильника, который орудовал в 2000-х годах, пишет Политтибру. 44-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка в 2005 году в районе Нагорного парка. Жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Об изнасилованиях в центральном районе краевой столицы в 2006 и 2007 также сообщали женщины. Лишь в этом году насильника удалось установить. Результаты генетической экспертизы подтвердили его причастность к преступлениям. Спустя пять лет с момента пропажи Ксюши Бокова жители края все еще не теряют надежду, что девочку найдут живой, сообщает московский комсомолец на Алтае. И напоминают, она пропала в конце марта в Новоалтайске, не дойдя до дома 200 метров. Ее скалит тысячи человек, волонтеры полиции, но поиски так и не дали результатов. Ксюша, ты не забыта, пишут пользователи социальных сетей. Скоро в Алтайском крае пройдет акция «Библия. Ночь», пишут корреспонденты Аргументов и Фактов Алтай. Основной площадкой ее проведения в шестой раз станет библиотека имени Шишкова. В этом году акцию посвятили Дню театра и назвали ее «Сон в летнюю ночь». Для гостей проведут лекции о Вильяме Шекспире на английском и русском языках, будет работать тематическая фотозона, рассказывают в библиотеке. Акция состоится 18 апреля.